Всем привет! С вами Ирина и сегодня мы будем пикировать петонию. Вот она у меня уже так выросла, загустилась, разрослась и ее срочно-срочно надо пикировать. У меня все не доходили руки, и вот сегодня я этим наконец-то займусь. Только что дождь был, уже солнышко. Солнышко, солнышко. Вот я подготовила стаканчики, вот так установила в подоны, землю. Стаканчики обязательно должны быть с дырочкой. Также можно использовать вот такие вот стаканчики, изготовить самим, то есть в этом ничего нет сложного, из подложки. Кто делает улитки, не поймет. Это подложка для ламината. Мерила я по стаканчику, то есть вот так. Раз. И скрепила стеклера. То есть такие стаканчики тоже мы устанавливаем в поддон. Нужно их накрутить много и установить в поддон. И прекрасно ними пользуются. Если вас смущает, что там нет дно, то есть можно газетку туда положить. Либо хорошо стримбовать землю, и ничего вываливаться не будет. Наполняем стаканчики грунтом. Грунт у меня, обычный грунт покупной. Три части. Одна часть песка. Плюс древесная зола. Место песка можно использовать фермикулит. Посмотрите, вытащила я таблетку торфяную. Какая хорошая корневая система, но все, все полностью у нас заросло. Сейчас мы это все аккуратненько будем разделять. И сажаем. Вот так. Я отбираю, где мне... Сейчас я их посортирую, где мне больше нравится побольше. Я в стаканчике, остальное все я посажу в балконный ящик. Вот. Делаем отверстие. Вот. Вынимаем нашу таблетку торфяную. Посмотрите, как она загущена, как она разрослась. Она даже вот начала мою лабелию за... Вот. Вот такая у нас... Вот такая вот у нас торфяная таблетка. Видите, как она разрослась? Она уже разложилась даже. Вот. Расплелась. Мы должны избавиться вот от этой оболочки. Аккуратно, аккуратно мы ее надрываем по краешку. И вот так вот раскрываем. Потом мы хорошенько ее проливаем, чтобы наши корешки не повредились. Я вот так вот прям делаю сверху. Не по низу, как обычно в поддон мы поливаем. А вот так вот. Это я уже приудобилась. Мне так легко. Вот. И мы сейчас легко-легко доберемся без всяких проблем к нашим корешкам. Без всяких повреждений. Все. И достаем аккуратно наше растение. Отделяем аккуратно. Делаем отверстие. Так и помогаем. И вот таким образом. Вот. Этот поддон у меня уже готов. Сейчас мы его прольем. После полива земля наша усела. И я добавляю сухой, рассыпчатой земли сверху. Так. Вот такая картина у нас осталась. После пикировки. Значит лабелию я оставлю в торфяных таблетках. Пикировать я ее не буду. Она у меня будет вот такими расти. Пучками. Кому нужно пикировать. Сделать допустим какую-то композицию. Вы хотите сделать в кашпо. Рассадить ее допустим по кругу. Вот. Можете пикировать. Точно так же разрываем таблеточку аккуратно. По краю оболочку. И хорошо пролитую таблетку. Мы аккуратненько, аккуратненько разбираем. И пикируем пучками нашу лабелию. Для композиции. Рассаживаем как нам нужно. Мне этого не нужно. Мне лабелия пусть будет вот так вот пучками растет. Пока что трогать я ее не буду. Если мне понадобится. Я думаю, я еще ее успею рассадить. Пока что она у меня останется в таком вот виде. Так. Растение убираем с солнцем. Убираем в тень. В притяненное место. И следим за ними. Самые мелкие, которые я отсортировала. Я вот полностью, полностью весь ящик засадила петуниями. Вот так. Скажи мяу. 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 На следующий день после пикировки все окей. Петуньки стоят как блэтики. Никто не повял. Так что все окей. А вот эти малявочки тоже. И тут у нас все хорошо. Повторых, я думаю, все еще хорошо. Все хорошо. Совершенно. Повторых, я думаю, по-моему, есть уже хорошо. Спасибо за субтитры Алексей.